Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный художник, который знаменит своими работами в области стрит-арта. Это Амак Айленд. А зовут его Александр. Здравствуйте! Амак Айленд – голландский художник и дизайнер. Родился и вырос в Амстердаме, где увлекся сначала граффити, а затем живописью. Неизменным вдохновителем художника является дикая природа, а его настоящей страстью – большие росписи на стенах и фрески. Сейчас Амак Айленд живет в Западной Австралии и путешествует по всему свету. Его работы можно встретить более чем в 25 странах мира. Здравствуйте! Рада вас видеть. Для начала хочу спросить о новой работе, которую вы создаете во Владивостоке. В чем ее идея? В своей работе я специализируюсь на изображении животных, растений и иногда пейзажей, но никогда не рисую людей. Так вот, направляясь сюда, я хотел найти образ, который был бы тесно связан с вашим регионом. И вот я прочел несколько интересных легенд о растении, под названием «Женьшень», и решил, что создам именно его образ. Я выполню его в стилистике биологического рисунка. Теперь давайте вернемся немного назад. Откуда, в принципе, пошло ваше увлечение живописью в целом и граффити в частности? Вообще, граффити я увлекся в 13 лет. Это было так захватывающе. Но ближе к годам к 20 я стал больше интересоваться созданием фресок, что также полностью меня захватило и стало новым вызовом. Я старался наработать как можно больше навыков в этом новом деле. Я также пробовал пройти обучение в училище искусств, но меня это совсем не увлекло. Так что всему, что я умею, как художник, я научился самостоятельно. А почему вам не понравилось в школе искусств? Потому что там слишком много правил, которым ты должен подчиняться? Я вообще-то был всегда неважным учеником. Не любил выполнять домашние задания, заставлять себя. В этом смысле я рассчитывал, что в школе искусств будет иначе, потому что там все вертится вокруг живописи. Но оказалось, что нужно постоянно выполнять задания, которые лично мне были неинтересны, а на то, что было интересно мне, времени не оставалось. Поэтому, поучившись немного о реалистической живописи и рисунку, я вернулся к тому, что действительно меня увлекало, и продолжил свое самообразование. У вас были какие-то другие идеи по поводу выбора профессии? Или всегда хотелось стать именно художником? На самом деле, становиться художником я как раз и не планировал. Потому что это весьма трудное занятие, в котором сложно состояться и достичь признания. И, кстати, финансового успеха тоже. В общем, я думал, что это не для меня, и скорее рассчитывал стать графическим дизайнером или иллюстратором. То есть иметь более прикладную профессию. Однако, увлечение граффити и рисованием фресок привело меня к знакомству с людьми, которым стали интересны мои работы. Постепенно я начал получать коммерческие заказы на роспись стен, и теперь действительно реализую себя как художник. Хотя изначально совершенно этого не планировал. Насколько это трудная задача быть современным художником? Ведь от тебя требуется не только твой талант, но и навыки в управлении, в продвижении себя на рынке и так далее. Для вас это сложно? Знаете, когда я начинал, я был таким идеалистом. Я не хотел как-то продвигать или пиарить свое творчество, потому что считал, что если мои работы хороши, то все произойдет само собой, и люди станут ко мне обращаться. Иногда это действительно срабатывает, но все же в современном мире неплохо иметь страницу в Инстаграм или на Фейсбуке, где ты сможешь демонстрировать свои работы. Вот чего я никогда не делаю, так это не занимаясь рассылкой имейлов и предложением своих услуг. Это не для меня. В целом же все индивидуально, и у каждого есть масса способов заявить о себе. Вы рисуете в очень узнаваемом стиле. Как вы нашли свой стиль и художественный почерк? Я начал искать свой индивидуальный стиль, когда занимался граффити. В общем, мне это даже удалось. Но когда я стал заниматься рисунками на стенах, поиски уникального собственного стиля пришлось возобновить. Я провел очень много времени, стараясь понять, что мне нравится, а что нет. Очень много работал и пробовал разные стили и техники. В итоге я все же нашел свой почерк как художник. Я считаю, что в этом деле важно искать именно свою индивидуальность, а не пытаться делать что-то в расчете на популярность. Именно индивидуальность стиля выделяет тебя и делает интересным. Даже если это уродливо, но при этом индивидуально, это здорово. Как я понимаю, вы чаще всего рисуете растения и животных. Да, меня всегда привлекала природа. Ныряние с маской и походы в лес в поисках растений и животных – это то, что я люблю с детства. Поэтому, когда я задал себе вопрос, что я хочу рисовать, ответ пришел сам собой. Приятно, что людям нравятся мои работы, хотя в начале своей карьеры я был совсем в этом не уверен. Я просто знал, что хочу изображать именно такие объекты и делал это. Вообще, вы ведь родились в Амстердаме, а несколько лет назад переехали в Австралию. Насколько австралийская природа вдохновляет вас как художника? Да, очень. Забавно, что когда я жил в Амстердаме, то был уверен, что не покину его никогда, ведь это лучший в мире город. Но когда моя девушка привезла меня в Австралию и показала все ее красоты, это и дикие животные, и подводный мир, и купание с дельфинами, и кенгуру. Природа там настолько поразила меня, что я сказал ей, знаешь, кажется, я готов к новым приключениям. Давай поживем в Австралии какое-то время. И вот мы до сих пор там. У вас есть опыт работы в разных частях света. Если не ошибаюсь, ваша фреска есть в 25 странах мира. Вы можете назвать место или проект, которые поразили вас более всего, где вы делали что-то невероятно захватывающее? Да, однажды в Австралии мне довелось делать роспись на огромных силосных башнях. О, да, я видела на Ютьюбе, вы рисовали потрясающе красивые, огромные растения. Да, точно, это мои самые большие фрески на сегодняшний день. Потому что там три гигантских емкости, которые расписаны по всей площади на 360 градусов, и каждая из них — 25 метров в высоту. Я работал там более месяца, и это было действительно тяжело. Я старался отдавать всего себя этой работе, потому что для художника это шанс оставить заметный след. И в итоге все усилия были не напрасны. Я очень горжусь этой работой. Ну а в целом, конечно, всегда интересно отправиться в другую страну и сделать там новую работу. Это всякий раз привлекательно по тем или иным причинам. Как вы определяете понятие «успех»? Что значит для вас быть успешным художником? Ведь наверняка это не связано только с финансовой стороной вопроса. Да, в первую очередь, это возможность рисовать постоянно, заниматься этим как основной деятельностью. Я считаю, это большая удача. И вместе с тем успех — это возможность сохранять новизну в творчестве, не заниматься самоповторением. Это очень важно для меня, как для художника, который каждую новую свою фреску старается сделать лучше, чем предыдущую. Я вкладываю максимум сил в свое профессиональное развитие, чтобы ощущать новизну в рисовании. И я стараюсь, чтобы каждая следующая моя стена была совершенно не похожа на предшествующую. Для меня такая творческая реализация — рост, и есть успех. Если бы кто-то предложил вам исполнить проект своей мечты, что бы это было? Есть идеи, в каком городе и какую работу вы бы затеяли? Даже не знаю. Определенно я бы выбрал что-то большое и бетонное, расположенное рядом с морем. Что-то в этом роде. Вообще на свете столько стен, идеальных для росписи. Поэтому я в большей степени фокусируюсь не на том, где, а на том, что я рисую. Это должно быть высокохудожественно, невзирая на то, маленький ли это холст или гигантское здание. Ведь если ты расписываешь что-то огромное, то это впечатляет уже за счет своей величины. Для меня же важно, чтобы рисунок впечатлял сам по себе, качеством работы художника. Так что при всей моей любви к большим поверхностям, я в первую очередь сосредотачиваюсь на высоком художественном уровне моих работ. А что вы думаете об идеях защиты дикой природы? Близки ли они вам? И транслируете ли вы их через свои работы? Да, очень близки. То, что сейчас происходит с нашим миром в плане глобального потепления и уничтожения отдельных видов животных, не может не волновать и не расстраивать. Я думаю, очень важно не только сохранить все виды растений и животных, но и дать им те же права, которыми обладаем мы, люди. В своей работе я стараюсь передавать всю красоту природы, среди которой нам посчастливилось жить. Я стараюсь транслировать в мир, насколько прекрасны все те животные и растения, которые я изображаю, что их стоит беречь людям. Как часто вы получаете предложение повторить одну из своих работ, но уже в другом месте? Это интересно? О да, это происходит постоянно. Это проблема всех художников. Когда ты делаешь работу, которая становится популярной, к тебе тут же приходят 10 человек с просьбой сделать для них в точности то же самое. И это сложно, поскольку мне не хочется самоповторов. Мне хочется каждый раз делать принципиально другую роспись. Но люди так устроены, что убедить их согласиться на абсолютно новую идею бывает невозможно. Довериться замыслу художника готовы очень немногие. Но если это происходит, и люди верят тебе безоговорочно, это очень здорово. Это лучшие моменты в работе, когда вся стена — это простор для твоего воображения. Такие фрески, как правило, получаются особенно интересными. В них есть свобода самовыражения. Но еще раз отмечу, это не часто случается. Спасибо вам большое. И вам спасибо за хорошие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok